Смогаться с пропагандой можно на разный лад. Утымлику и сатырую, да гумором. У Литве з'явилась новая телепрограмма «Держитесь там», пресвеченная постсоветской просторой и головным чином России. Досталось от автора программы и Беларуси. Белсад заветал попросту, у студии «Держитесь там» на вздымке чергового выпуска. Тему прозягни Валера Руселек. Не вельми сурьозна, пра вельми сурьозная. Минавитаге так можно эффективно супрацстоять информационной агрессии сбоку Москвы. Уполненные створальники нового сатрышного шоу с прибалтайским акцентом «Держитесь там». Российском умный аналог популярной литовской умной программы под геткою самую назвою. Зрешто, как и Кремль, местовые жертвовники одной Россией не обмежевываются. Добрый день, дорогие друзья, дорогие товарищи и дорогие участники регионального чемпионата по ловле митингующих, в которых в последние выходные марта состязались две сборные российских и белорусских ОМОНовцев. По количеству задержанных победила Москва. Россия! Россия! Но, но, увольте, увольте. Если считать в процентном отношении, тогда, конечно, победа за Минском. Беларусь! Беларусь! Минавито с гетага жарту починается третье выдание «Держитесь там». Я кое побачила света сегодня в интернете, да и прозадзинь с мясцовых кабельных телеканалов. Доречу, в команде программы, опрошая литовцев и российцев, есть и наши соечинники. А тому заплющивать в очи нападей в Беларуси тут никто не сбирается. Нам и как журналистам, и как людям, которые верят в демократические вещи, очень тяжело смотреть на то, что творится в улицах Минска, например, в 25 марта. Мы как-то не так представляем себе день свободы. И гэткая увага целком окупляется. Незважаючи на свой молодый век, программа, якая починалася с нулявым бюджетом, сегодня целком яснуя за кошты глядацких ахверованьев. Папереднейшие два выдань не только на Ютьюбе собрали амаль полторы сотни тысяча упраглядов. Первые две программы, которые уже сделаны, они получили большую аудиторию на территории Украины и Беларуси и на треть на территорию России. Я думаю, что российская аудитория будет расширяться. И гэтая не глядящая на то, что до гэтуль с российского боку заходные жарты выкликали на первую крытыку. При этом ауторы держитесь там, яких и некоторые комментаторы нават назвали злобными клоунами, только потискают плячима. Мауляу, никого покрылдить не хотели. Стараемся быть очень либеральными в своем работе и выслушать каждое мнение. Мы, кстати, очень тоже читаем все комментарии, слушаем, что говорят наши зрители. Стараемся ловить пульс, быть актуальными. А тому, які часы, гэтки и жарты. Привет из Прибалтики, увидимся через две недели и мой вам совет. Спасибо и держитесь там. Валер Руселик, Белсад.